Да, хотим вернуться на последнее место. Садимся, езжай. Так, ребят, ну на чём мы там останавливались? Я рассказывал то, что как в Москве небрежно обращаются с автомобилями, что меняют раз 15 тысяч километров, при условии том, что мотор там наколачивают по 30 тысяч моточасов и так далее, и так далее. Вот, а я поменял масло ровно в 10 тысяч километров, и тем более это честные километры, проезженные, не отстоявшие в пробках, ничего-ничего. Прошёл обкатку уже полноценную и так далее. Но суть какая, что я приезжаю в Mercedes-Benz, говорю им, что вот я пораньше приехал к вам поменять масло, они сдирают с меня кучу денег, реально неоправданных денег. Вот, и как бы ещё впихивают там какой-то кондиционер за 35 тысяч по акции за 15. Ну я не знаю, ну просто жидкость поменять в кондиционере. Я вам так, кстати, скажу. Потом в прайсе я посмотрел, то есть они меня давали спрашивать, мы вам всё поменяем, мы вам воздушный фильтр поменяем, мы вам салонный фильтр поменяем. Я говорю, да не надо мне менять салонный фильтр, типа я не ездил ни по пыли, ничего. Это типа сходит в ТО, входит в вашу гарантию, но вы должны за это заплатить и так далее, и так далее. Я говорю, ладно, хорошо, меняйте салонный фильтр. Потом воздушный фильтр мы меняем. Я говорю, нет, 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 воздушный не меняем. Я говорю, ну я понимаю, с каких это денег будет стоить. Короче, это самое. Ладно, тогда вытряхнем фильтр. Я говорю, да, вытряхнем. Ну, я говорю, да, конечно, типа, ну не вытряхнем, а как, продуем. Я говорю, конечно, продуйте. Ну, продуйте. Ну и, короче, это самое. Чуваки, если что, я вас не слышу, я только читаю. И вообще, ну, я записываю видос, а так я, ну, разговариваю со всеми вами. Вы просто потом видос посмотрите и всё услышите. Так что едем. Ну и, короче, я так легко согласился на то, чтобы они мне продули этот воздушный фильтр. Но потом, когда я увидел в прайс-листе, ну, когда уже заплатил, продуть, просто снять кожух, вынуть этот воздушный фильтр и его продуть с компрессора, стоит 3600 твою дивизию. 3600, да, боже мой. Я не знаю, ну, я первый раз просто обслуживаюсь у официального дилера, ну, ну, вообще. То есть, я знаю, ну, как вообще машины обслуживаются в БМВ, потому что я с Давидовичем проехал, но я ни за что не платил. Всё было бесплатно. Так вот, далее. И тут сдирают такие бабосы. Я понимаю, что люди, которым, типа, вообще пофиг, сколько денег отваливают и ездят, обслуживаются в Мерседес-центр, ну, типа, там реально миллионеры. Там даже миллиардеры туда ездят. Так, пацаны, подскажите, давайте, может быть, я кому-то дам руль, кто там хотел сесть за руль и проехаться, ну, показать на запись. Я хотел, я хотел. Чувак, я так понимаю, хочет это самое, чтобы он записался на детейлинг, и мы это самое погоним. Садись, садись. Так вот, ребят, я обещал эксклюзивную инфу. Значит, у меня появилась трещина на лобовом стекле. Появилась она совершенно... Вот сколько я на геликах ездил, да, вот три года я уже езжу на Гелендвагенах. Ни разу я не разбивал стекло. Тут я ехал на новом гелике. В спокойном транспортном потоке. И от какого-то... Ну, от какой-то машины, которая ехала впереди меня, это был Opel Zafira или что-то такое. Она ехала на зимней резине. У нее отлетает камень с резины и прям летит мне в лобовое. Вот у меня сейчас трещина получается между вот этих двух дворников. Это как на старом УАЗике. Теперь у меня стекло разделено типа такой планочкой. Небольшой. Так, пацаны, я не слышу. Если что, пишите. Так, за руль, за руль и бегу. Так, что мне тут надо? Заезжай. Ага, все, заехал. А, все, вот она и тонировочка. Я же тонировал уже, вспомнил. А, точно, Батырева есть еще. Так, давайте лобовой, центр, задний. Давайте выбрать все и применять ко всем. Давайте. Ночное небо. Спокойный голубой океан. Вау. Голубой океан прикольный. Нифига себе. Офигеть. Была бы такая в реале тонировочка. А, ну это я так понимаю, это, типа, этот самый голубой океан. Это, как же оно называется? Как уже не лобовое затонировано. Артер, артермалка, типа, или когда-то, когда-то. А что этот черный не тонирует? Оплатить и установить. Подожди. Собак. Ну что прикол. А-а-а. Это вот так он подтонирует, типа. А все равно же видно. Так я же на максимум. Ну, ладно, понятно, центр. Все. Оплатите и установите. 300 тысяч рублей. Прямо как у официального дилера. Ладно. И что, короче, я вам сейчас рассказываю про лобовое. Когда я ездил с Давидовичем, у меня было сравнение. Я, мне разбили, то есть так же вот от машины, которая ехала на зимней резине. От нее летом, причем мы ехали, от нее отлетел камушек. И разбил мне стекло. На BMW X5. Это было где-то, по-моему, в... Так, ребят, как вы помните, нас выкинуло, кикнуло, по подозрению в читерстве. Ну, по крайней мере, у меня постоянно так бывает. Вот после дейтейлинга, как только закончились работы, меня вышвыривает. Так, что? Все, чувак. Блин, у меня, как обычно, кикнуло. Спасибо, чуваки, большое. Всем здорово, кого не видел. Если хотите... А, бен закончился. Да, юперный. Сейчас, секунду. Get fuel, по-моему, да? Fuel. Вы не автомеханик. Эх, fuel. Кар может быть тогда? Админская команда, ребят, не помню. Вот, ну, хоть убейте, не помню. Ну, ладно, ничего страшного. Сейчас нам помогут. Кстати, я рассказывал насчет лобового стекла. Да? Я говорил, то, что я треснул, ну, точнее, мне разбили лобовое стекло на новом гелике. Чуть-чуть там небольшая трещинка присутствует, как бы. И... Разобирайте машину, не хочется угодить. Другой, что на боевой X5, когда я езжал с Давидычем, продолжался рассказ. И под Кемерово мне так же разбили стекло впереди едущей машины. Не вороти машину. Летом. Вот. Мне прилетел камень, садил хороший осколок. Ну, естественно, я подхожу к Давидычу и говорю, типа, ну, так и так. Мне разбили стекло. Я сразу говорю об этом. Там, ну, скольким деньгам мне готовиться, чтобы его оплатить. Эрик говорит, вообще, типа, сама замена стекла будет стоить 70 тысяч рублей. И при условии, что, ну, именно этого стекла. А на X5 стекло стояло с подогревом. То есть, подогрев... Ну, как понять, вот, стекло с подогревом или без подогрева? То есть, заднее там понятно. То есть, вот такие полосы идут, да? Здесь полосы идут, тут небольшие полоски идут. А лобовое там, получается, ты еле-еле видишь вот такие вот, как бы сказать, ну, волнистые линии, что ли? Как оно вот? Ну, еле-еле, короче, их видно. Ух ты! Угнали, Гюлик. По какому праву? Э, блин, ну, я дебил. Нифига себе, а кто угнал-то? Сергей, Сергей, я еще руку у тебя пожал. Я думаю, что за беспредельщик? Я, если что, у вас, ну, повторяюсь, я не слышу, я только читаю. Я тут, ну, общаюсь. Потом ролик будете пересматривать, будете в курсе все держать. Что, я и поехал. Тачку вроде как заправили, да? Спасибо большое. Кто хочет за мной ехать, погнали. Кто хочет привет, пишите свое имя, я передам обязательно. Так, передам привет Леоне. Леоне, передам привет. Леденеву Егору, Леденеву Егору передаю привет. Все, чуваки, погнали за мной. Так, ну, короче, рассказываю. Артему Трояну передаю привет. И так далее. Ладно, едем. Так, ну, короче, рассказываю дальше. Блин, вот что доказывает мое, не знаю, мой опыт игры криминалочки, хотя у меня был большой опыт игры. Ну, ладно. Значит, я разбил стекло на x5, оно было с подогревом. Подогрев я уже рассказал, как... Че там, кого подобрать? Стоять. Стоять! Ваши документали. Пока. Так, не, я варно не снимаю, чуваки. Ну, и короче, а здесь, на моем гелике, стоит вообще простое стекло. Как бы, ну, не могу подавать. Без подогрева, без нихрена. Я приезжаю к официалам, ну, когда масло менял, когда им отдал 40 тысяч вообще за хрен собачий, реально. То есть, я, ну, я реально, как бы, я, можно сказать, типа, и, может быть, и, ну... Я не миллионер, ну, я, как бы, да, купил такую машину, но я не миллионер, чтобы отдавать по 40 тысяч просто за замену масла. И, типа, ну, я не привык так делать. Ну, короче, и... Они мне говорят, что новое лобовое стекло на ваш автомобиль будет стоить 146 тысяч. Это с предзаказом и так далее. Я их спрашиваю, так, лобовое стекло без подогрева. За какую хрен 146 тысяч? Они говорят, ну, вот это... Это Гелендваген. На Гелендваген лобовое стекло стоит 146 тысяч. Я говорю, ребят, так это абсурд. Это так не должно быть. Он еще раз мне говорит, это Гелендваген. То есть, этим, типа, все сказано. Я просто, вообще, в полном шоке. Я так сильно расстроился. Как бы, ну, дело... Наверное, даже, ну, понятно, как бы, дело и в деньгах, но мне не жалко ни копейки для своей любимой машины, но... Но это же абсурд! Отдавать такую сумму за простое стекло без подогрева! Твою мать! Ну, как так? Я говорю, сколько стоит замена? Короче, я ему скажу, сколько стоит замена? Он говорит, 25 тысяч. Я просто в шоке. На боевое вместе с заменой лобовое стекло с подогревом стоит 70 тысяч 80 тысяч. Вместе с установкой. А здесь, блин, стоит 100... Сколько? 170 тысяч! 145 плюс 25. 170 тысяч на Гелендвайнен! Простое стекло вместе с установкой официалов! Ну, господи, ну, зачем вы так сильно дурите людей? Зачем вы берете 3600? Просто, чтобы продуть фильтр и так далее. Ладно. Дело не в этом. Дело в том, что я, ну, неспроста у нее спросил, типа, можно... А, блин, я не туда поехал. Ладно, сейчас завернемся. Можно ли мне приехать со своим стеклом, и чтобы вы мне установили за эти гребаные 25 тысяч рублей, ну, типа, стекло, потому что, ну, типа... Я, ну, пускай хотя бы они берут дорого, да, но я им доверяю, как профессионалам своего дела, типа, ну... Потому что, ну, кто мне еще в Калининграде установит стекло на новый Гелендвайн? У нас тут реально их по пальцам может посчитать. Ну, что дверь не закрывать? Ну, ладно. А, не мне, да, конечно, приезжайте, но если вы привезете стекло, которое вы купите не у официалов, мы его устанавливать не будем. Либо мы его установим, но гарантии у вас уже не будет. А что такое гарантия на лобовое стекло? Гарантия на лобовое стекло это... Вот, например, вот видите, вот он большой блок в районе зеркала. Огромный блок, там куча датчиков. И получается, с другой стороны, с внешней, там идут, типа, такие, как магнитные поля или что-то вроде этого. Там они считывают, дорогу считывают, там пятый стекло. Короче, куча датчиков. На них может не распространяться гарантия. То есть, представляете, что за абсурд? Я вынужден по-любому покупать лобаж у официалов за такие большие бабки. Типа, ну, маленький скол там для Гелика это нормально. Ну, зачем так дорого? Ладно, ребят, я неспроста приехал сюда. А, я дебил, кстати. Потому что я приехал, и у меня... Ну, я, наверное, так и так дебил, кстати. Но суть в том, что я сейчас не куплю в салоне, нет грузовиков, которые доступны для покупки. Ожидайте возможно. Что? Все разобрали? Подожди. Да ладно, ожидайте возможных поставок в понедельник. Рил, чувак, позавчера был понедельник. Как так? Ладно, короче, ребят, давайте будем ждать нового обновления. Все, выходим тогда, выходим, выходим. Новые обновочки, подождем. Буквально чуть-чуть совсем осталось. Наступит весна, и тогда я куплю себе фуру, погоняем. Такс. Че это самое? Идем дальше, короче. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры сделал DimaTorzok